Какие-то препятствия на жизненном пути, все может меняться тут же, вот в таком состоянии. И очень важно, чтобы в этом состоянии с нами рядом были мудрые взрослые люди. Важно, чтобы в решающие минуты и периоды жизни рядом был мудрый наставник. А потому в Духовно-просветительском центре Салаватской епархии провели встречу священнослужителей и общественников города с молодежью. События посвятили Дню православной молодежи и прошедшему Дню студента. Непосредственное живое общение стало отличной площадкой для вопросов и мудрых советов. Одна из главных тем – собственное предназначение. Своей цели я достиг. И сейчас, как это и в притче Христа Спасителя о талантах, я передаю весь опыт. Хотя я не очень опытный человек, несмотря на то, что умудренный, немножко сединой, несмотря по возрасту. Но, тем не менее, я передаю, который мной накопленный опыт молодежи, нашим подрастающим поколениям, в том числе и духовенству. Каждый из приглашенных экспертов обрел свое призвание. А важными шагами они называли умение прислушиваться к своему таланту и, конечно, трудолюбие. А еще стремление быть полезным обществом, ключевым человеком. А есть другой человек, который родился и начал заниматься, начал искать, в чем я могу быть полезным, чем я могу помочь. Начинает и для себя делать лучше, и для других, для соседов делать лучше, для друзей делать лучше, для знакомых делать лучше. И оказывается, именно этими людьми, которые я бы назвал их ключевыми людьми, не просто человек, нормальный человек, нормального образа жизни. А тот человек, который считается ключевым, на нем и человечество и продолжается. И, конечно, каждый поделился своей историей. Поэтому и здесь, в городе Слова, я принял на себя такую миссию, чтобы воспитать детей, так скажем, не то чтобы... Некоторые говорят, вот вы детей учите воевать. Не воевать мы учим. Мы учим защищать родину. Как избежать ошибок? Как научиться преодолевать их последствия? Об этом также сегодня много говорили эксперты и их слушатели. Мне кажется, что некоторые ошибки жизненные, которые мы совершаем, посланы нам судьбой, чтобы что-то в жизни понять. Ну, знаете, ребята, я сейчас хочу к каждому обратиться. Я вижу ваши прекрасные глаза, которые полны интереса. Главное, не совершайте глупых ошибок, которые можно избежать. Многим из приглашенных ребят еще только предстоит строить семьи, а кто-то уже трудится над созданием молодой ячейки общества. Отношения между мужчиной и женщиной – простая и сложная тема, которая волнует людей во все времена. Когда мы хотим создать семью, когда они приходят на никав, им объяснять, вот это уже поздно. Мы должны дать образование в утробе матери, своему ребенку уже воспитывать должны начинать. Вот тогда мы вырастим и хорошую девушку, и хорошего джигита, и они найдут друг друга. Главная задача для наставников и родителей – воспитать хорошего человека, чтобы затем создавались благополучные семьи, подчеркнул Рамиль Хазрат. Последовали вопросы от юных слушателей. Мне не нравится какая-то определенная черта в человеке. Я хочу ее изменить, и человек со мной соглашается, говорит, да, я хочу тоже измениться. Может ли он поменяться? Конечно, нельзя говорить, что это добро, это зло, потому что смотря еще какая ситуация, но я понимаю одно, что верующий человек, который знает, что есть Всевышний Создатель, что когда-никогда наступает время встречи со своим Создателем, человек будет отвечать, я делал добро или мне стыдно, я не делал добро. Люди меняются, так же, как меняются даты календаря, сказали священнослужители. Экспертами отмечалось умение уступать и делать выбор. В конце концов, каждый должен взращивать в себе добро и доброе отношение к ближнему. И, что особенно важно, бескорыстное. Зуфия Сургулова, Олег Долгушин, телекомпания Салават.